Пост моего близкого товарища, поэта, философа, известного общественного деятеля в Украине Андрея Бондара. Я вот буквально переведу сейчас вживую с украинского, и мне просто интересно, что вы скажете. Это человек, который не является, разумеется, трампистом, но вот такая вот мысль, вот такое вот мышление, оно все больше и больше превалирует. И, скорее всего, может это связать с тем, что есть определенное разочарование тем, как Белый дом нерешительно действует, что касается помощи Украине. Тут называется Джейк Салливан, в частности, как один из таких тормозящих, скажем так, элементов всего этого процесса. Поэтому вот давайте я просто прочитаю, мне интересно ваше мнение. Думаю, что его заказал Путин, которому намного комфортнее сейчас с Байденом, чем будет с Трампом. Потому что Трамп зайдет в жесткие контры с Китаем и далее продолжит вооружать Украину приблизительно на том же уровне, что делала все время полунаштабной войны администрация Байдена просто потому, что это будет одно из полей его антикитайского фронта. Китай в Беларуси, это еще один вызов для США, вместе с расширением китайского влияния в постсоциалистических демократиях Европы. Для Украины вопрос билета в Белый дом сегодня на 10 месте. Хуже не будет. Главное, чтобы в США не дошло до гражданской войны. Но вы же, обращаясь ко мне, пишет Андрей, зрелая нация и до этого не дойдет. Ну, тут, понимаете, много. Потому что Heritage Foundation и то, что они делают, они являются головным мозгом республиканской партии уже лет 40. Они предлагают идеи. И когда эти люди предлагают укротиться из-за 100 переговоров и практически сдаться Путину и договориться с ним, это, конечно, упростит задачу Трампа. Потому что тогда Трамп может сказать, смотрите, Украина сама хочет, мне даже ничего не нужно сделать. Они сами за меня это сделали. Это то, что он сейчас пытается сделать, частично потому что, ну, нет гарантии, что он выиграет в ноябре, поэтому пытается довести что-то именно сейчас. Но они опубликовали свой план Heritage Foundation, 995 страниц, где написано открытым текстом, что они собираются делать. Вывод американских войск из Европы – это достаточно однозначная мера, которая пошлет очень однозначный сигнал Путину, что делать дальше. Поэтому говорить о том, что спасти Белоруссию от китайского влияния, ну, наверное, можно и тогда спасти Белоруссию от китайского влияния, если Белоруссия станет частью России, правильно? Тогда это как бы защитит ее от китайского влияния или не очень? Но это пусть потом разбирается Путин, это все-таки его территория, он лучше всех знает, что там происходит. Это просто попытка раздела мира. Если мы говорим про Ялту-2 или как бы мы это ни хотели называть, но это мир, в котором есть силовики и есть слабаки. И силовики – это Китай, это Россия, это США, это страны, например, с ядерным оружием. Тогда, значит, мы понимаем, что это силовики. Правда, демократия не умеет использовать ядерное оружие, почему-то у них как-то это плохо получается. А тираны очень готовы им угрожать, пожалуйста, такой большой клуб влиятельных людей. Поэтому вот такой будет клуб влиятельных людей. Наверное, те, кто недовольны Организацией Объединенных Наций, будут довольны тем, что такая организация будет еще менее нужна в такой ситуации, еще больше разваливается мировой порядок, в котором мы следуем каким-то правилам. Поэтому все это продолжение, скатывание к миру, в котором мы, на самом деле, абсолютно не хотим находиться, и в котором мы, как русскоязычные, понимаем, что это такое. Мы понимаем, что такое диктатура. Поэтому, когда нам приезжают и рассказывают о том, как это все будет прекрасно, если вы просто последуете Путину, я думаю, мы тоже должны понять, что это подмена, это фальшивый мир.